Как жизнь, ребята? С вами Бенни. Нам уже доводилось обсуждать падение Джо Байдена, но такого вы еще не видели. Дамы и господа, Джо Байден был на выпускном наших военных в Академии ВВС в Колорадо. Джо Байдену 80 лет. Байден проводил церемонию, пожимая руки выходившим на сцену выпускникам, и Джо Байден свалился. В смысле не просто споткнулся, он грохнулся. Плашмя на лицо. То, что вы увидите, жестокое обращение с пожилыми со стороны демократической партии. Довольно больно за этим наблюдать, хотя я и ненавижу Джо Байдена, и у вас вообще есть стыд? Демократическая партия плюс Джо Байден и его семья и жена. Вам хоть капельку стыдно? Должно быть. О, мой милостивый Бог! Вы видели? Он пожимает руку кадету и затем Байден просто падает ничком. И вот лежит. Поберегиииииись, но это уже не смешно. Я совсем не за Байдена, но это уже не смешно. Вам не стыдно? У вас вообще есть стыд? Демократическая партия. Люди, затолкавшие Джо Байдена в Белый дом, зная, что у него была деменция уже в прошлый раз. Перед уходом. Став вице-президентом при бараке Обаме в 2016 году, он уже испытывал деменцию. Итак, что вы сделали? Это жестокое обращение с пожилым человеком. Это просто нарушение прав человека по отношению к Джо Байдену. Это худшее из всех его падений. Он падал с велосипеда. Я покажу все его падения, но это стало худшим, дамы и господа. Куда, куда уж хуже, чем упасть лицом вниз. И что же это показывает? Что ж мы видели в документах врачей Джо Байдена? Видели в ноутбуке Хантера Байдена, что вся семья знает, что у Джо Байдена деменция. Мы видели ролики и слышали из источников о процедурах, которые он проходит. И как эти процедуры делают его крайне нестабильным. Один из симптомов деменции, демиэллинизация нервной системы, приводит к утрате плавности походки. То есть ноги, нервная система больше не может посылать сигналы телу, чтобы оно двигалось плавно. И человек падает. Он падает. Вы американец? В смысле, каково вам? Вы испытываете гордость, видя это? Сейчас. Я имею в виду кто-нибудь из числа поддерживающих Джо Байдена, если такие остались. Вы... вы гордитесь тем, что сделали со страной? Вам могут не нравиться твиты Трампа. Но, честно, честно, видя такое, и когда ложитесь спать ночью, лёжа в кровати ночью, когда это видео повторяется у вас в голове, вы осознаёте, что совершили зло? Вы причинили зло нашей стране. Мы вроде как должны быть самой сильной страной. Нас типа должны бояться. Мы должны выглядеть сильными. Глядите. Да, мои господа. Президент Байден упал на сцене. Не просто упал, грохнулся лицом вниз. 80-летний главнокомандующий споткнулся и упал на колени, затем поднялся во время выпускной церемонии. Репортер-очевидец сказал, президент возвращался на своё место, когда упал. Похоже, он споткнулся... ээээ... Мешок с песком на сцене. После падения он указал на мешок с песком. Ясно? Ясно. Вот фото. Здорово. Значит, упал и показывает на мешок с песком, верно? Что, каждый раз так? А где был... Позвольте спросить, а где мешок с песком здесь? Мешок на лестнице борта номер один. Что, мешок? Забыли мешок на трапе? Дебилизм. Мешок с песком на трапе борта номер один? Выделил финансирование для полицейских департаментов. Ну, а что насчет этого? И на обучение полицейских. Мешок с песком? Похоже, президент слегка споткнулся, поднимаясь на борт. О, окей, стойте, где же тут мешок? Где же он? Ищем мешок. А, все ясно, окей, никакого мешка, эти люди просто мошенники. Они лжецы. У этого человека деменция. У этого человека поврежден мозг. Этот человек болен. И вы люди больны. Раз поддержали его, и продляете этот фарс. Вы больные люди. Больные ублюдки. Правда. Дамы и господа, вот как это освещал Фокс Никс. Я Трейс Галлахер. Замещаю Марту Маккалум. Срочная новость. На фоне опасений по поводу возраста. По мере того, как набирает обороты предвыборная кампания, вы видите, как президент Байден только что свалился с ног в Академии военно-воздушных сил в Колорадо. В это же время губернатор Флориды Рон де Сантис проводит агитацию в Нью-Гэмпшире, а бывший президент Трамп встречается с избирателями в Айове. Мы увидим его позже вечером. Он выступит перед публикой в прямом эфире Фокс с ведущим Шоном Хеннити в 9 по-восточному времени. Два фронтраннера совершили сегодня много остановок, выступая с критикой друг друга. Итак, единственным, кого сегодня конкретно раскритиковали, стал... Джо Байден. И хотя нас веселят мемы, да, мемы с его падениями весьма забавные, не очень-то весело быть сейчас американцем. Не весело. Это... это глубоко неловкая, постыдная ситуация, потому что эти люди так жаждут власти и так много сделали, чтобы защитить этого двуличного человека. Они не остановятся ни перед чем, не гнушаясь совершенно преступно относиться к людям. Что, очевидно, происходит с Джо Байденом? Издевательство над пожилым человеком. Сукины дети. Если хотите увидеть, как президенту надлежит подниматься по лестнице... Вот и все. Вот как должно быть, дамы и господа. Практически в одно и то же время. У Джо Байдена деменция? Что еще тут скажешь? Вы больные ублюдки. Все вы. Как вам не стыдно? У вас вообще есть стыд? Если так, стыдитесь. Ставьте лайк и подписывайтесь. Больше срочных новостей. Совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!